Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Геттмана, медицинский центр «Призма». А с нами на связи военный обозреватель, координатор группы информационное сопротивление, полковник запаса Константин Машавец, которого мы очень рады видеть. Константин, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Добрый день. Константин, я должна признаться честно, что зрители наши очень любят, очень им нравится, и им это кажется очень информативным, когда вы рассказываете ситуацию на фронте, вот так в деталях, как вы это умеете. Поэтому, если можно, давайте сразу прямо с этого и начнем. Не вопрос. Давайте, если можно, пройдемся вдоль всей линии фронта. Давайте начнем с Купинского направления, с самого северного участка. Противник там, скажем так, он или готовится, или изображает подготовку к активным наступательным действиям. Там, в районе села Дворечный, Горбевка, Максютовка, противник сосредоточил где-то приблизительно до пяти батальонных тактических групп, или усиленных батальонов, как удобно называть это, из состава 25-й, из 138-й бригады мотострелковых. Вот, усилил это направление также некоторым количеством подразделений из состава 45-й артиллерийской бригады. Вот, в том числе, там есть огневые батареи, вооруженные 240-мм минометами, самоходами, тюльпан. Вот, то есть, достаточно серьезным вооружением. Ну, и вообще, на участке, где-то приблизительно 42-45 километров от, скажем так, от Нижней Дуванки до Краснореченска, на этом направлении, ну, его можно для нас, это Сватовское направление. Вот, можно сказать, что сосредоточил около 110-115 танков, больше 540 единиц боевых бронеланных машин. Вот, ну, как бы... Пятьсот единиц, простите, пятьсот единиц вы сказали? Нет, я сказал, больше тысячи... ой, больше 110 танков и 340 единиц боевых бронеланных машин. Вот. Там оперирует, в основном, это левофонговая группа войск и состава группировки войск Запад. Это западный военный округ там. Вот, оперирует в основном части, части соединения этого, этого объединения российских войск. Вот. Ну, они там, как бы, акцентированно выражено их стремлением, скажем так, активным действием на двух подлунных направлениях. Там, непосредственно в сторону Купинска с севера, вдоль реки Оскол. Они там пытаются выйти на, это самое, на левый берег реки, чтобы занять оборону, ну, свернуть, то есть оборону, оборону вооруженных сил Украины и это самое, продвинуться к окрестностям Купинска. Там основную роль играет коммуникация Купинска-Сватова, которая, она практически, ну, там, ракадного характера найдет до линии фронта, практически. Там есть несколько ключевых пунктов, вот, которые противник стремится занять. Ну, очевидно, что, как бы, речь не идет о наступлении, скажем, оперативного масштаба. Вот, то есть противник там неизредка атакует, ну, подразделениями силами, там, до взвода, например. Вот, там оперируют несколько подразделений типа Шторм, о которых мы ранее вели речь. Вот, из состава, там, перечисленных, ну, бригад. Вот, они время от времени там осуществляют попытки атаковать наши передовые позиции. Вот, но очевидно, что, как бы, это не носит какое-то серьезное такое четко выраженное устремление к проведению каких-то глубоких наступательных действий. Это, в основном, тактического масштаба. Вот, иногда они атакуют без поддержки бронетехники, иногда с поддержкой, но достаточно активно ведут артиллерийский огонь при этом. Вот, если спуститься южнее, это Лиманское направление, вот, там четко выражено, скажем так, стремление противника продвинуться под общей дирекцией Криминная, Лиман. Вот, выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец, свернуть там оборону. Вот, они там наступают на участки по направлению Деброва. Торская, Ямполевка, вот, это северный, северный фаз северского выступа. Очевидно, что противник пытается выйти к Лиману, вот, где-то выйти на участки между Серебрянкой, там, и западнее к реке Северский Донецк, свернуть оборону наших войск юго-западнее Криминой, снять таким образом, то есть решить воединенную задачу, снять угрозу Криминой, своей группировки Кримином. Там, кстати, достаточно серьезная группировка сосредоточена, в основном, основу которой составляют части соединения 20-й общей войсковой армии, вот, ну, там же, это тоже из состава западного военного округа, вот, там же действует и соединение 1-й гвардейской танковой армии, тоже из состава западного военного округа, вот. Ну, пока у них там никаких особых результатов нету, но натаскали они туда войск достаточно много. Эта группировка, она там по численности сравнима с теми группировками, которые действуют на других направлениях и участках, где сейчас достаточно идут напряженные бои, вот. Вот, там и десантно-штурмовые, ой, воздушно-десантные войска противника действуют, вот, включая резерв, там, 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. То есть, там и войска территориальные, территориальные войска противника, и подразделения типа БАРС добровольческие, вот, там же оперирует часть сил 2-го армейского корпуса противника, это бывшее формирование, так называемое ЛНР. Вот, то есть, там достаточно много войск собрано, понятно почему, потому что задача стоит свернуть нашу оборону по Северскому Донсу. Вот, чуть ниже также действуют в основном войска, ну, ниже, я имею в виду, ну, южнее. Вот, это по направлению Белогоровка, Серебрянка, непосредственно Северск. Вот, действует ядро основной группировки, которая действует, составляет подразделения 2-го армейского корпуса. Вот, ряд, ряд подразделений территориальных войск, батальоны типа БАРС. Вот, ну, и там один из батальонов ЧВК «Вагнер» действует. Вот, это вот район, который Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, Верхнекаменское, там Золотаревка, Белогоровка, это вот этот район. Это, скажем так, попытки, такие акцентированные, отодвинуть, как можно, западнее от Лисичанска передовые позиции вооруженных сил Украины. Почему? Потому что на сегодняшний момент, вот, существует угроза не только, скажем так, кременной, это на другом, противоположном берегу Северского Двенца, с юго-запада. Ну, и существует достаточно такая, скажем, определенная угроза для противника выхода силы обороны Украины к Лисичанску. Вот, поэтому противник стремится путем активных действий, в частности, на направлении Кременная, Лиман. Вот, в том числе и по направлению Шипиловка, Белогоровка, там они атакуют постоянно. Снять эту угрозу. Вот, если спустимся еще южнее, это уже район Солидар-Бахмут. Значит, это южный фаз Северского выступа. Вот, там, как известно, идут сейчас напряженные бои непосредственно у Солидар-Бахмута. Его окрестностях противник пытаются, ну, он там перешел такой, четко выраженной такой, сирийской тактики, что ли, ну, как это выразился генерал Севский. Вот, они пытаются путем лобовых, лобовых таких штурмов в самом городе. У них не удалось на флангах, значит, действовать через Хромово, Ивановское, то есть провести окружение, добиться окружения районной обороны Бахмута. Вот, ну, поэтому они вы решили, я так понимаю, перешло командование российское, которое действует на этом направлении, как в этой тактике выдавливания наших войск из Бахмута. путем вот этих штурмов, лобовых квартал за кварталом, ну, используя свое преимущество в живой силе, вот, в артиллерийских средствах, вот, активно применяя авиацию и оперативно-тактическую, армейскую, вот, они пытаются наши войска просто выдавить из Бахмута. Ну, сейчас они перешли к откровенно лобовым, лобовым этим действиям, таким атакам в условиях плотной городской застройки, то есть, ну, то есть, там такая тактика, методология, вот, они подошли к определенному району застройки, не могут его взять путем наземных действий, там, штурмовой пехоты, они артиллерии, авиации сносят квартал, то есть, разрушают строение для того, чтобы лишить силы обороны возможности, значит, использовать строение в качестве опорных пунктов, и это самое, то есть, ну, на такой методологии практически населенный пункт превращается в руины, то есть, это понятно. Мы это наблюдали неоднократно и в Северодонецке, и в Мариуполе, и в Попасной, Попасной, например, полностью была стерта практически с лица земли, там, ну, город перестал существовать, вот. Ну, и в Бахмуте они тоже, вот, решили к этой тактике перейти. Тут несколько особенностей надо подчеркнуть. Во-первых, это требует значительного расхода артиллерийских боеприпасов, потому что мы знаем, что артиллерия у противника, она не такая точная, например, и как украинская арта, но она многочисленна, и за счет этого, имея возможности концентрировать артиллерийский огонь на каких-то определенных участках, узких полосах, они вот используют эту свою возможность для того, чтобы проводить эти действия в условиях плотной городской застройки. Вот. Ну, им удалось прорваться в центр Бахмута, мы уже знаем, да, там в центральной части идут бои, в районе железнодорожного вокзала, там у них, правда, не совсем получается. В юго-западной части города, да, там вот так, район, так называемый, самолетик памятного знака в виде самолет, он там уже разрушен, конечно, ну, вот, район называется просто район самолетика, так называемый. Вот. Там они взяли несколько позиций, там опорных пунктов, но не смогли закрепиться, их в результате контратаки выбили. Я к чему это все веду? Значит, очевидно, что есть заманчивая цель у противника срезать северский выстрел. Но приступить к выполнению этой задачи они не могут, пока ведут бои в Бахмуте. То есть перенаправить основную часть своих сил и средств на север, по направлению на север. Это вот там Веселая, Раздолевка, вот эти вот районы, вот эти вот, то есть так бы они обеспечили, как бы, скажем так, вместе с теми, которые наступают на лиманском направлении группировка противника с юга действия, ну, то есть вот, скажем так, из района Солидара, да, на север, в район Северска. Вот. И попытались бы срезать северский выстрел, но они не могут приступить к этому, пока ведутся бои за Бахмут, то есть там, где задействованы их основные силы и средства этой группировки. Вот. Там, по сути, они стремятся закончить эти бои и как можно скорее торопятся. Собственно, я так понимаю, что именно это и сподвигло их к этой изменению тактики. Потому что видят, что не получается на флангах, так они решили эту задачу выполнить путем выталкивания, вытеснения силы обороны Украины и подразделения из самого города. То есть, как только они там дойдут до западных окраин, например, полностью будут контролировать территорию города, они смогут там частью сил прикрыться, а основную часть сил перебросить в севернее для того, чтобы приступить непосредственно к созданию северского выступа. Ну или плацдарма, кому как удобнее. Почему? Потому что существование этого плацдарма, по сути, сковывает действия противника в оперативном отношении во всем районе южнее Северского Донца. Там, где у него изгиб реки перед Лисичанском и Северодонецком, там где расположена Шипиловка, Дружеск, вот эти населенные пункты. Я когда-то пару месяцев назад писал, в чем значение этого изгиба реки. А расскажите нам сейчас, пожалуйста, а то не все вдруг читали. Ну, повторяться уже. Ну, я говорил, что тот, кто контролирует этот изгиб внутреннюю территорию, по сути, контролирует криминую и рубежную. Ну, тогда шли бои, силы обороны даже продвигались немножко вперед, там в районе Червонопоповки, Житлевки, вот, и там находились северо-западные этих населенных пунктов, частично даже доходили до их окраин. Вот, там со стороны Серебрянского лесничества подразделения СОУ подходили к рименной. То есть, тогда, ну, это рассматривалось в реальности. Ну, а сейчас противник сам перешел к активным действиям, стремится вытеснить. Он занимает этот изгиб, прикинь, но он стремится снять любые угрозы с этой стороны. Вот, так я к чему это веду? Я к тому, что очевидно, что командование войск противника этот вопрос с северским выступом будет вынуждено решать, так или иначе. Ну, если оно имеет задачу и хочет, скажем так, получить удобные для обороны позиции, районы занять. Почему? Потому что очевидно, что выйти, ну, решить эту военно-политическую задачу, там, выйти на границы Донецкой области, ну, у них не получится, явно. Но для того, чтобы провести успешную, например, оборонительную операцию какую-то, им лучше занять какие-то удобные позиции, более. А само существование этого плацдарма выступа, оно несет ему угрозу потенциальную. Ну, по сути, скажем так, делает их систему обороны не совсем устойчивой. Вот. Попускаемся еще ниже. Районов Деевкин. Та же самая история. По тому же шаблону. Обойти с юга, с юга и с севера, прибиться в район села Орловка. Северо-западнее Авдеевка. А сама Авдеевка представляет собой, там локация такая, что она находится немного на возвышенности, там крупный коксохимический комбинат, то есть там локация такая, что она удобна для обороны. Очевидно, что противник решил решить задачу занятия района обороны Авдеевка путем его обхода с севера и юга. Они там действуют с рубежа опытное водяное, вот, одновременно решая, это южный фаз этого вот обхода. Они пытаются, значит, прикрыться со стороны Марьинки и Песок и Первомайского направления. Это также ведя активные наступатели действия для того, чтобы обеспечить левый фланг этой группы тактической, которая наступает с юга на Авдеевку. Вот, они там пытаются сейчас пробиться в район Северного, Таненько, вот, это непосредственно поступки Крыловки. Там несколько коммуникаций идут важных, по которым питается тактическая группа войск сил обороны Украины, которые занимают район обороны Авдеевки. Вот, и с севера они действуют через Красногоровку, на Степное, вот, пытаются обойти с севера, соединиться с этими, которые действуют с рубежа водяное опытное. Вот, задум такой. Ну, для того, чтобы сковать маневр, они периодически атакуют, атакуют непосредственно сам укреп района Авдеевки. Вот, в основном силами вот этих разнообразных, там, мобиков. Вот, на этом направлении основу войск противников составляют части и подразделения 1-го армейского корпуса, это ДНРовский. Вот, там практически он в полном составе сосредоточен на Донецком направлении. Для нас это Донецкое направление, для них это Авдеевское. Вот. Ну, ситуация какая-то такая же, похожая на район Бахмута. Противник превосходит. Ну, там, кроме этого, еще действуют подразделения и части, например, 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии. Ряда подразделений, скажем так, воздушно-десантных войск российских. Ну, там, короче, весь этот цвет Донбасса, скажем так, в кавычках, собран. Пятнашки, Сомали, там все они там находятся. Вот, плотность войск достаточно высокая, оперативные плотности. На участках, где они пытаются атаковать, наступать. Вот. Практически как сельди в банке, да? Это сравнимо плотностью, сравнимо то, что находится в районе Кременной, там, где тоже они набиты, как сельди в банке. Вот. Понятно, понятно стремление. Почему? Зачем им это надо? То есть, решив вопрос с Авдеевкой, например, и с Бахмутом, очевидно, что они с юга смогут там пройти в северо-западном направлении, туда, вплотную к району Константиновка, например, там, Душковка. Вот в те края они там целятся. Еще южнее, значит, скажем так, это северный фаз Угледарского плацдарма выступа. Сейчас на Угледарском направлении, на Угледарском направлении, уже Новопавловский противник, занимается перегруппировкой сил и средств, их восстанавливает уровень боеспособности ряда подразделений и часей. Ну, состав тот же, там, морская пехота Пихоокеанского флота, несколько мотострелковых, скажем так, соединений сосредоточен. Вот, а северный фаз этого выступа, это район, там, поселка Победа, вот они там в этом направлении, это с севера. То есть методология у них такая же, как говорится по советскому военному учебнику, по оперативному искусству, самым эффективным методом для разгрома войск противника есть проведение операций на окружении. Ну, вот поэтому шаблоны не действуют, очевидно. Вот, пока активных, особо активных действий таких, которые были несколько, скажем так, месяцев назад на угледарском направлении, после понесенных потерь, в неудачных попытках продвинуться в северо-западном направлении, не предпринимают. Но, вот, в районе, там, Михайловки, поселка Победа, они несколько попыток сделали. Вот, но особо никаких там результатов не достигли, таким позитивным для себя. Понятно, почему противник пытается срезать и этот угледарский выступ, потому что, скажем так, ожидание наступления этого пресловутого большого наступления силы обороны Украины в южном направлении. Противник пытается лишить СОУ, скажем так, удобного плацдарма для таких действий по направлению Волноваха-Мариута. Вот, если пойдем дальше, западнее, в районе Великой Новоселки, между Новомайорск, туда вот, там противник синхронно предпринимал активные действия, скажем так, с действиями на угледаре. Сейчас, ввиду того, что он не смог там достигнуть значительных результатов, вот, заняв только Павловку, вот, но они там особо не активничают, укрепляют оборону. Вот, и это же касается направления Гуляй-Поле, Пологи, Орехов до Васильевки. Там они организовали несколько районов обороны, там, в первой линии, там, оборудуют вторую линию, но тогда они так готовятся к гипотетическому наступлению, которое непонятно будет, не будет, и когда будет, в каком объеме, на каких участках, непонятно. Вот. Почему они решили, что оно будет именно на южном направлении, операционном, непонятно. Ну, я вообще, в принципе, в прошлый раз говорил свою точку зрения на этот счет, там непонятно, это самое, там есть, скажем так, некие оперативные соображения, даже вполне возможно, которые при определенном развитии ситуации могут перейти в стратегические соображения. Вот. Ну, не факт, что обязательно последует наступление именно на этом направлении. Ну, в общем, они пытаются этот коридор сухопутный между Донбассом и Крымом сейчас по возможности максимально укрепить. Вот. Ну, и у нас осталась там крайняя юго-западная лапировка, войск противника под названием Днепр, вот, которая там по левому берегу Днепра от самого, собственно, Гирла Днепра, дельта его, до верховья Каховского водохранилища. Вот, занимает позицию, они там развернуты в два эшелона. Насколько я понимаю, задача им поставлена всячески оборонять позиции по левому берегу и при нагоде, как-то кажут, в случае попыток проведения каких-то действий активных со стороны вооруженных сил Украины по форсированию Днепра или там высадки десанта вот, через реку, вот, попыток, скажем так, завладеть плацдармом или предмостным укреплением, как бы говоря, обидеть эти попытки вооруженных сил Украины. Задача главная этого. Ну и периодический артиллерийский террор правого берега. Вот, также обстреливают они район Никополя, Марганца, достаточно активно. Вообще в рамках, я так понимаю, в рамках подготовки к отражению гипотетического наступления вооруженных сил Украины в протяжении к активным пытаются наносить ракетными войсками артиллерии эти налеты совершать по районам Запорожья, вот, по районам юго-восточной города, на том берегу Днепра, который контролируется Украиной. То есть, они так пытаются, я так понимаю, сорвать там сосредоточение и развертывание группировок ВСУ. Ну, и, это, вот, террористические налеты артиллерийские по Херсону и окрестностям, вот, тоже входят в круг задач этой группировки. Ну, еще низкословную надо сказать по развернутой недавно группировке войск противника на полуострове Крым, она так и называется, группировка обороны Крыма. Вот, там в районе Перешейков противник сосредоточил комплект вооружения военной техники где-то приблизительно в объемах на армейский корпус. То есть, насколько я понимаю, расчет строится на то, чтобы в случае негативного развития событий для противника он начнет там какие-то мероприятия по развертыванию дополнительных резервов. Ну, и заранее для этого стандировали там вооружение военной техники. Такое же, скажем так, такое же хранилище ВВТ есть в Белгородской области. Вот. И несколько таких хабов создано в Ростовской области. Там сюжет какой? Половина этой группировки крымской она сейчас находится в состоянии формирования. Им критически не хватает там бронетехники тяжелого вооружения. Вот. Но они тем не менее не распечатывают эти хранилища, которые в районе перешейков. Я понимаю так, что это приготовлено для той части моб-ресурса, который они еще не задействовали в этом самом непосредственно на фронте. часть моб-ресурс 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 из первой волны, которые там ну там под разным оценкам они там некоторые оценивают в 30 тысяч, некоторые в 25 я оцениваю в 22-23 тысячи. Вот. Те, которые там прошли обкатку, подготовку более качественную и скажем так соответствующую стандартам на полигонах и учебных центрах, но пока которые российская команда не продержит этот ресурс. Это надо понимать для них составит на этом направлении оперативный или даже стратегический резерв формирования этот корпус. это формирование повторит СБУ 3-го армейского корпуса, который там формировали и разворачивали на базе на базе войск Западного военного округа. Вот. Сейчас вопрос в экспертной среде стоит установить где этот шарец этот 3-й армейский корпус. причем потому что он в свое время имел статус резерва генштаба российского. По сути был стратегическим резервом. Армейский корпус, отдельная мотострелковая бригада, мотострелковая дивизия, там подразделения артиллерийские артиллерийские большие мощности были в нем сосредоточены в этом корпусе. То есть установив местонахождение и его частей и соединение этого корпуса можно с большой долей вероятности спрогнозировать куда направлено основное внимание российского генштаба. Ну а вот в таком состоянии подготовки вот этот комплект вооружения военной техники который в Медведевке разгорнут в районе Перешейков Крымских они в основном использовали ранее это хранилище для поставок вооружения военной техники для нужд двух своих группировок Днепр и Восток вот но я так понимаю основные массы они пытаются не раздеребанить не пустить скажем так в ход а именно сохранить для развертывания формирования уровня армейского корпуса просто меня удивляет почему не формируют непосредственно на территории Крыма ну я подозреваю почему причина какая почему интересно я не буду говорить о источниках вот почему потому что это все лишь конспирология и версия моя такая но она скажем так пока еще не подтверждается там практически какими-то зафиксированными мероприятиями противника ну вот в общем как бы нынешней ситуации в целом в целом скажем так особо каких-то статистических изменений стратегического и даже оперативного масштаба не произошло вот в основном все носят изменения какие-либо носят уровень тактического максимума оперативного тактического масштаба вот поэтому все все как говорится в ожидании в ожидании начала летнее весеннее кампании вот в том числе этого гипотетического наступления большого сил обороны Украины хотя на самом деле я достаточно скептический настроен определением сроков местов и размахами почему почему скептически настроен если это можно говорить в открытых источниках не буду я говорить почему тогда если можно я тут за вами все время записывала у меня тут куча всяких вопросов если можно вернусь вы знаете вот из того что вы сейчас сказали у меня сложилось такое впечатление что вот российское наступление очень даже как-то и не заглохло ну вот я вас сейчас очень внимательно слушала у меня такого ощущения не возникло они наступают вот вот понимаете потому что вот из последних анализов которые все время читают скажем так пытаются наступать вот они я так правильно понимаю второй вывод который я сделала для себя из того что вы сейчас говорили они не просто наступают чтобы там дойти до границы скажем какой-то области из областей как у нас часто говорилось да вот а получается что они занимают лучшие рубежи обороны пытаются занять их такова их цель да улучшить улучшить позиции и на тактическом уровне ну и при возможности на оперативном тактическом вот очевидно что скажем так противник готовится к стратегической оборонительной операции вот то есть вот их группировка она официально называется объединенная группировка вооруженных сил Российской Федерации на юго-западном ТВД это то что действует на территории Украины сейчас развернут и действует вот эта группировка под командованием начальника генштаба их я так понимаю готовится к проведению стратической оборонительной операции или уже проводит то есть ряд мероприятий вот в рамках этой стратической оборонительной операции они на отдельных направлениях и участках пытаются улучшить свои позиции Константин много приходилось за последнее время читать из разных источников что у России тоже наметился снарядный голод снарядный голод но из того что вы говорите из того что последнее время тоже сырский говорил да то получается что откуда-то у них снаряды появились вот это они произвели их или получили откуда-то или перебросили и были ну тогда давайте немножко об этом потому что много приходилось читать искренне вам говорю о том что у россиян тоже снарядный голод ВПК России производит по разным данным от полутора тысяч до четырех тысяч снарядов в день в день в день ну там у них еще проблема со стволами была на стрел был большой на часть стволов 152 калибра но они получается преодолевают и запустили свой есть методы вы понимаете говорить я вообще считаю эти все громкие пафосные определения типа снарядный голод или там я не знаю там еще какие-то там вещи противник истощен или там еще что-то такое задвигают эти наши террористичные громадяны иногда уши вянуть вот ну и есть несколько способов они достаточно известны как даже в условиях скажем так определенного дефицита снарядов боеприпасов но сосредоточить на этом сам сконцентрировать на нужных тебе этих самых направлениях и участках достаточного количества накопить в конце концов производится накопление боеприпасов понятно что наступление их нужно больше чем в обороне решает эти задачи переброска части боезапаса с других участков неактивных на активные участки опять же накопление воспроизводство есть путей ну то есть например есть существует для того чтобы например накопить боеприпасы снижается норма расхода суточная та часть снарядов которая могла быть расходована она накапливается складируется вот потом когда количество объема достигает необходимых расчетных для проведения каких-то активных действий эта норма расхода боеприпасов снимается начинает применяться эти боеприпасы выстреливаться в тех объемах которые необходимы там для проведения действий каких-то наступательных например или оборонительных вот ну понятно что скажем так нормы эти снижены были откуда вообще возникл этот термин снарядный голод откуда да интересно он возник из-за того что начали интенсивность применения противника артиллерии на ряде участков начала снижаться никто не задался вопросом а почему она снижается в реальность ну то есть все решили что просто снарядов не хватает вполне возможно что норма снижалась для того чтобы накопить эти снаряды ну то есть все это достаточно субъективно по оценкам вот для того чтобы четко определить причину снижения норм расхода боеприпасов противника артиллерийских надо провести комплексную разведку и желательно как на тех участках где снижена эта норма так и на тех где она не снижена тогда станет понятно где складируются боеприпасы где складируются именно боеприпасы противника почему потому что скажем так складирование накопления боеприпасов осуществляется именно на том направлении на том участке где предполагаются какие-то активные действия причем желательно боеприпасы там накапливать и складировать заранее что даст вам возможность потом при необходимости их быстрее доставлять передовые передовые подразделения причем подвозы тогда уменьшается время необходимо на доставку тоже уменьшается но тут опасность возникает что если противник установит места складирования нанесет удар это все сдетонирует то есть например если вы определили что противник уже начал складирование например выкладывает боеприпасы уже на грунт в определенных местах это означает что эти активные наступательные действия последуют достаточно скоро почему потому что противник тоже не идиот он эти боеприпасы демонстрирует начнет выкладывать на грунт и это самоэскладировать обозначать активным движением транспортных средств уже тогда когда будет поздно когда уже вот накануне вот непосредственно перед наступлением в другом случае наступление может сорваться если заранее привести боеприпасы далеко потому что вскроют и нанесут удар а тут еще одна проблема в ходе наступления надо на расчетную глубину наносить огневое поражение противника достаточно массированно и достаточно интенсивно для этого тоже нужны боеприпасы вот соотношение этих многих факторов оно определяет и сроки подготовки и сроки разные вещи и дистанцию между местами перевалки и складирования боеприпасов до передовых подразделений до линии непосредственно боевого столкновения ну то есть там целые нюансы когда формируется замысел решение соответствующих органов военного управления все эти факторы учиться это касается не только боеприпасов а топлива например продовольствие запасных частей пунктов ремонта техники и вооружения поточного то есть там часть материально-технического снабжения делится на материально-техническое снабжение поточное необходимое для функционирования повседневной деятельности войск и часть на то которое накапливается то есть это все достаточно сложно это тыл тыл то что называется логистикой туда обычно тоже достаточно подбирать людей которые руководят этими процессами которые осуществляют непосредственно эти функции не идиотов а способных и расторопных особенно второе качество ценится у тыловиков те которые способны например подать необходимые предметы материально-технического снабжения в самых сложных условиях неблагоприятных и так далее вот то есть ну все это достаточно сложный механизм чтобы он работал в этом согласованно обеспечивая в полном объеме потребности войск достаточно много усилий надо приложить и он естественно имеет определенные скажем так показатели или маркеры критерии и противник знает об этом вот я хотела как раз уточнить то есть из того что вы сейчас сказали я сделала вывод что ни о каком внезапном наступлении по большому счету к большому речь идти не может потому что тогда вот все о чем вы говорите это требует сил в современных условиях да вот об этом да речь ну это уже вопрос оперативной игры так называемой сейчас обе стороны очень активно нагоняют туман войны так называемой главная задача и нашей стороны и стороны противника скрыть свои намерения и достоверно установить намерения противника и позвольте еще один вопрос не могу удержаться вот вы очень интересно рассказали историю этого третьего корпуса армейского который где-то находится вот создается такое впечатление что сейчас же такая разведка спутники и все прочее что можно найти что угодно где угодно получается что нет означает ли это что если мы не можем найти какие-то силы не получаются нет не получаются не получаются нет разведки рано или поздно тут единственное что вы можете сделать это сделать так чтобы противник как можно максимально позднее обнаружил установил а скрыть у вас в современных условиях практически невозможно но теоретически возможно но на практике это не удается вот поэтому очень большой элемент подготовки наступления любого является именно комплексное комплексное применение методов скажем так вот этих вот ну украинского цена приховывания своих номеров да ну мы понимаем ну все понимают что рано или поздно например если ты сосредотачиваешь 20-25 тысяч группировку противник установит сам факт сосредотачения и развертывания вопрос состоит в том чтобы сделать сделать так что когда он это установит уже будет поздно чтобы он не успел отреагировать адекватно вот ну я вам пример приведу уже из нынешней войны не знаю но можно об этом рассказать потому что события уже произошли балаклейско-изюмская наступательная операция вооруженных сил украина вы же помните что предшествовал в оперативном отношении значение определенной группировки на херсонском направлении все говорили об этом вооруженных сил украины однако такая группировка сосредотачивалась и на балаклейском направлении балаклейско-изюмском там там в чем смысл состоял противник сосредоточив силы и средства ну практически в таком же масштабе с теми же действующими лицами как говорится в кавычках теми же соединениями частями которые сейчас в районе Кременной сосредоточены вот если вы помните он со стороны изюма с севера пытался продвинуться в сторону Славянска там подходил достаточно близко вот и прогнавил удар в свою правую бочину в правый фланг северный силы обороны Украины ударили в районе балаклей прорвали фронт сначала на тактическом уровне потом ввели туда дополнительные силы и средства и развили тактический в оператив вот и противник был вынужден но это вся группировка которая в районе Изюма была сосредоточена оказалась ну мягко говоря в неудобном положении ее пришлось оттаскивать оттаскивать в темпе Вайса причем уже с висящими на непосредственно на загреке как говорят на военном сленге висел на затылке уже передовые подразделения ВСУ вышли к Исколу и сворачивая позиции противника к югу уже повисли на затылке в этой группировке им там пришлось по коридору через Лиман вытаскивать эту Изюмскую свою группировку вот это такой я коротко в концентрированном виде смысл там все немножко сложнее было и это и по направлению на Волчанск действовали силы обороны Украины прикрывали там обеспечивали фланговые районы то есть там определенные действия проводили ну то есть это там все немножко сложнее выглядело на практике ну я просто кратко чтобы не занимать время лишнее смысл того что произошло тогда осенью 2022 года обрисовал так и здесь вы понимаете понятно что ну это понимают как в нашем генштабе так и в генштабе противника что рано или поздно факт сосредоточения определенных сил и средств на том или ином направлении будет установлен но если вы видите перед собой скажем так в развед сводке например ну я гипотетически говорю это не значит что так оно происходит на самом деле но я скажу так гипотетически вот вы развед сводку открываете смотрите противник сосредотачивает вот на этом направлении группировку на этом на этом или на этом то есть там может три-четыре быть направлением участка встает логический вопрос а где будет нанесен в действительности удар мало того мы можем допустить возможность того что противник нанесет со всех четырех но какой из них будет главным вот в этом отношении очень важно отслеживать перемещение резервов противника резервов как оперативного так и статистического уровня я не зря акцентировал внимание на местонахождении третьего армейского корпуса войск противника и складирование в нескольких местах комплекта ВВТ на армейский корпус вот почему важно отслеживать резервы особенно оперативного и статистического уровня потому что их местоположение может указать тот участок который противник считает главным почему потому что резервы обычно располагают но я уже по учебнику оперативного искусства пытаются располагать сосредотачивать вот и готовить на максимально близком расстоянии к гипотетическому месту ввода и вбой это делается для сокращения времени необходимого почему потому что переброска совершение марша грубо говоря к участку или направлению по которому будет вводиться этот резерв должно быть максимально коротким минимальным поэтому их обычно располагают там где в соответствии с реальным замыслом или решением предполагается их вводить в дело в бой вот почему важно отслеживать местоположение резервов противника особенно оперативного стратегического масштаба уровня скажем так Константин спасибо вам огромное спасибо что были сегодня с нами спасибо большое Константин Машавец был сегодня с нами на связи за что мы ему страшно благодарны вы мне ссылочку потом скинете хорошо обязательно конечно спасибо большое спасибо до свидания всего хорошего до свидания и конечно мы признатели вам нашей спонсорной платформе патреон оставайтесь м у м Communications Продолжение следует...